Для Олега Кувшинникова это уже вторая в его политической карьере церемония вступления в должность губернатора области. В 2011 году она прошла в здании законодательного собрания, сегодня в здании правительства. Еще одно отличие в разы больше гостей. Руководители разных органов власти, крупнейших медиахолдингов области, общественники, предприниматели, депутаты. Список можно продолжать и продолжать. Инаугурация – это всегда особая атмосфера в зале, особые традиции. После выноса флагов и знака губернатора Вологодской области – торжественная присяга на верность народу, конституции и уставу Вологодской области. Вступая в должность губернатора Вологодской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Вологодской области. После этого Олег Кувшинников заверяет присягу личной подписью, и с этой секунды он губернатор Вологодской области. Далее череда поздравлений. Первое – от полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Владимира Булавина. Письмо зачитал его заместитель Андрей Травников, а после сам поздравил губернатора с успешным завершением предвыборной кампании. Поздравляю вас с тем, что в ходе безупречно чистой избирательной кампании вы получили уверенное подтверждение от населения Вологодской области, верности ваших действий и желаю дальнейших успехов. Успехов поможет добиться новая программа социально-экономического развития, которую несколько месяцев назад представил Олег Кувшинников. Сегодня ее вспоминали не один раз. По сути, это тот вектор, по которому губернатор и его команда будут стремиться к новым достижениям. В ходе своей избирательной кампании Олег Александрович презентовал свою программу очень напряженную и амбициозные цели, поставленные перед всеми нами. Мы знаем, что нам предстоит испытать большие трудности и опасности, но работа на Северстале научила нас в каждой опасности находить новые возможности. Главное, мы вместе, а значит, мы обязательно достигнем большего. Это именно тот случай, когда важны не формальные, а именно реальные достижения, чтобы их ощутила каждая семья, каждый житель области. Оправдать доверие избирателей, выполнить все обещания и даже больше – это главная задача на ближайшие пять лет, которая стоит перед Олегом Кувшинниковым. Это не значит, что губернатор – это волшебник, чудесник, который может решить все проблемы области. Нет, конечно. Очень важно, чтобы рядом с вами была слаженная эффективная команда, способная вести людей для реализации вот этой сложной, многогранной программы, которой мы знаем, которую мы читали, изучали в процессе предвыборной кампании. Для достижения всех целей есть огромный потенциал – промышленный, сельскохозяйственный, но главное – людской. В области есть люди, которые стремятся к большему, которые готовы прийти на помощь власти. У нас есть огромный задел для того, чтобы мы жили богаче и счастливее. И очень правильно было, мне кажется, сказано, что нельзя надеяться, что один губернатор и его команда могут сами в одночасье поменять жизнь людей к лучшему. Только все вместе в Алакжане, представители промышленных предприятий, различных сельскохозяйственных, самых-самых разных услуг, сервисов, объединившись вместе, могут сделать нашу жизнь счастливее и лучше. Но это происходит только тогда, когда есть правильный лидер. И сегодня наш лидер В. Олег Александрович. Это руководитель, который планирует то, что называется «За горизонт», ставить задачи всегда на пределе возможностей. И я считаю, что именно при таком подходе можно справиться с той ситуацией, которая находится сегодня в Алабочине. Олег Кувшинников победил на выборах с результатом почти в 63% голосов. Как он заявил, это огромный кредит доверия. При этом требования к руководству области сейчас высоки, как никогда. В регионе создана база для движения вперед. И губернатор намерен идти дальше, не сбавляя темп. Мы сохраним курс на диверсификацию экономики, импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности. В области есть все возможности для наращивания объемов промышленности и сельского хозяйства, развития новых инновационных направлений. При федеральной поддержке будем продолжать модернизировать отрасли образования, здравоохранения и культуры, поддерживать малый и средний бизнес, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс, строить и реконструировать дороги. Но главным для нас по-прежнему остается жизнь каждого волокжанина. Повышение уровня и качества жизни в каждом городе, в каждом населенном пункте, в каждом селе. Для того, чтобы выполнить все эти задачи, у Олега Кувшинникова и его команды есть 5 лет. 5 лет ежедневной работы. Руководству области и всем волокжанам есть к чему стремиться, есть желание и возможность двигаться вперед. Александр Устинов, Новости Вологды.